Только у нас на радио Комсомольская правда. Впрочем, начинается новый месяц, очень романтичный месяц, октябрь, когда как раз стоит подумать, посидеть в тишине или послушать музыку. Гуляем мы гораздо меньше, гораздо больше мы вечеров проводим вот в каких-то местах, если не дома, то в концертных залах. На октябрь тоже много запланировано, я так понимаю, в филармонии, обо всем об этом обязательно расскажем. У нас очень насыщенный месяц, октябрь, на все вкусы. Работают активно наши программы и Молодежная академия искусств, и программы всей семьей концертных залов. Работают наши коллективы, камерный оркестр, духовой оркестр. У нас очень много будет гастролирующих артистов, у нас будет очень много звезд выступать в этом месяце, поэтому мы, наверное, не успеем сегодня все подробно обсудить, но вот довести до сведения любителей музыки, я думаю, постараемся. Проанонсировать успеем. Завтра у вас выступает Прохор Шаляпин, он у нас вчера был в эфире в утреннем программы «Говорит Калининград». Последние приготовления наверняка идут. Не могу вас не спросить, как вообще работать с эстрадными певцами, с московскими эстрадными певцами. Сложно ли, просто ли, есть ли какие-то необычные требования у него? Сколько приходилось сталкиваться с московскими эстрадными певцами, никогда не возникало никаких неожиданностей. Более того, я могу сказать, что если на сцене встречаются профессионалы, которые очень хорошо знают свое дело, то уже речь идет о какой-то шлифовке и нянсировке, именно какие-то уже тонкостей. Поэтому репетиция, которая у нас состоялась, она прошла очень легко в духе единства и взаимопонимания. Единственное, конечно, там вот здесь давайте вот так, здесь давайте так, но это нормальный процесс, собственно, ничем не отличается. И вот когда к нам приезжают солисты или даже наши фенормонические солисты, выступающие с оркестром, тот же обыкновенный принцип и подход к решению этих творческих задач. Ну, сам Прохор Шаляпин нам в эфире говорил, что давно мечтал с духовым оркестром выступить, вот наконец-то его мечта сбудется, филармония ему в этом помогает, а мы все это завтра сможем услышать. Более того, значит, не просто с духовым оркестром, одним из лучших в России. Я не устану об этом говорить, не потому что человек пристрастный, а потому что это мнение экспертов, которые слушают наш коллектив. И вот, знаете, и московская профессура, и специалисты, которые были на фестивале духовой музыки из Латвии, из Польши, из Югославии, из Чехии, они послушали наш коллектив, они сказали, что такого оркестра больше нет. С такой исполнительской культурой, с такой фразировкой, с такой чистотой интонации. Они были просто поражены, потому что это действительно событие встретиться с таким коллективом. И вот, возвращаясь к теме Прохора Шаляфина, ему просто повезло еще более того, что впервые работать с духовым оркестром, а он выступал с разными коллективами. И вот я перед нашей встречей с ним посмотрел записи, там он выступал и с ансамблем под управлением Елисей, и с внутренних войск, и с другими странами коллективами, и с Басковым, и с Боярским. Ну, в общем, там огромный перечень его участников его дуэтов. И поэтому, конечно, он встретился, я думаю, что у него не может никаких быть замечаний, потому что он безропотно, собственно, шел за оркестром, и не было у него причин, наверное, чтобы предвести какие-то претензии. — Завтра можно будет послушать результаты второго числа вечером. Ну, а сотрудничество с эстрадными певцами вы будете продолжать? Есть какие-то мысли подобные? Или это будет редко? — Да нет, это нормальная практика, потому что, я не устаю повторять, что все жанры хороши, кроме скучного, да, в любом жанре, будь то эстрадная песня, будь то массовая, народная песня, или какие-то другие очень такие доступные жанры. — Есть свои шедевры, есть свои достижения. Поэтому есть песни, которые уже звучат столетиями и являются в какой-то степени такой уже визитной карточкой для тех исполнителей, которые уже, наверное, не смогут петь, но передают свою эту эстафету уже более молодым. — Это замечательно, когда, опять же, завтра у нас прозвучат песни и ретро, которые пел в свое время Лещенко, Козин, и прозвучат и другие песни, которые, ну, можно сказать, что уже они сожгли репутацию таких долгожителей, и надолго останутся репетарией, наверное, многих исполнителей. — Ну, как сам Прохор Шаляпин говорил, что сейчас ему таких написать не могут, поэтому настолько прекрасных песен, поэтому он поет песни вот в стиле ретро. Но это все завтра уже можно будет услышать в филармонии, но на эту неделю запланировано еще одно грандиозное событие, мне кажется, премьера, которую вы анонсировали заранее. — Сказки с оркестром. Пятого числа, литературно-музыкальные композиции по мотивам повести-сказки Сент-Экзюперия прозвучат. Маленький принц, расскажите, как это будет? Я так понимаю, что это будет необычный вечер, не только музыка будет звучать, но и вы еще сюрпризы приготовили. Здесь наблюдается синтез жанров, на сцене будет наш замечательный камерный оркестр, Калининградская филармония, и читать текст будет артист из Москвы, он очень известен, хорошо. Тимур Еремеев, он много снимает, сейчас весьма востребован для съемок в кинофильмах, он очень сильно занят на сцене Театра Российской армии, является одним из ведущих исполнителей. И вот он дал свое согласие, поскольку это очень интересно показалось, именно читать текст Экзюперии «Маленький принц». Будет чтение, будет музыка, вместе это как-то, да, это синтезом таким будет проходить. И будет, конечно, вот как это правильно назвать, когда будут рентарные всякие картины изображаться, рисоваться, здесь тоже есть художники. Вот это вообще интересно, то есть вы где-то возле сцены выставите людей, которые во время чтения будут рисовать картины янтарем. Да, это вот будет такое сочетание, причем сама музыка подобрана таким образом, что как раз она хорошо иллюстрирует тот замысел писателя, воплощение этого замысла Еремеевым. Это будет такое, значит, слияние и синтез, и плюс еще будет такой виртуальный ряд. Поэтому это очень интересно, на мой взгляд, это очень здорово, и, надо сказать, что интерес к этой постановке очень большой, потому что Экзюперий, он писал, ведь, наверное, «Сумаленький принц» для всех возрастных категорий. Там заложены такие основы, как добро, верность, преданность, какие-то открытия такие неожиданные, но все это таким непосредственным образом, с таким чувством тепла, что, конечно, это привлекает людей всех категорий, и самым юным нашим слушателям, и взрослым, потому что вот этого тепла, которого не всегда хватает в жизни, это можно получить в значительной степени филармонии во время таких вот проектов. И детям, и взрослым, но начало вы в 12 часов назначили, то есть это дневной сеанс, не вечерний. Да, это традиционно, потому что у нас все программы, все семьи идут именно в это время, детки уже успели проснуться, позавтракать, ощутить вот этот уже наступивший день, и после этого, посетив филармонию, можно продолжать выходной день уже с таким приподненьким, с таким прекрасным настроением. Для начала субботы отлично, перформанс в филармонии, но вот, кстати, говоря о картинах, которые будут создавать, вы знаете, куда они потом пойдут, то есть где можно будет на них посмотреть? Договаривались об этом или нет, потому что такого раньше не было филармонии? Ну, знаете, это называется живые интерны картины, вот, я не знаю, насколько они будут, по какому времени они будут сохраняться, да, это нужно смотреть. Я вот сейчас не могу дать никаких обещаний. То есть это для всех будет сюрпризом, да, как это все пройдет, вы тоже еще сами не знаете. Это будет создаваться прямо вот на глазах у нашей аудитории. Это не то, что уже готовые картины выставили, и, пожалуйста, что само по себе замечательно, но здесь будет это создаваться еще на, вот, в присутствии всей публики. Сам будет творческий процесс создания этого всего происходить. Я так понимаю, что планы и после «Маленького принца», «Сказки с оркестром» вы эту тему не оставите. Это, естественно, будет штучный товар, то есть такие концерты будут нечасто, но вы какие-то планы уже рассчитываете на следующий месяц? – Конечно. Очень важно, что некоторое оживление, конечно, будет привноситься благодаря тому, что приезжают известные артисты. Это, разумеется, и мастер-классы для наших артистов, которые работают в филармонии очень талантливые, ребята и девочки, но им еще важно вот такой контакт, такое соприкосновение таких, ну, замечательных профессионалов. И, конечно, мы будем еще продолжать и без звезд работать, сами с звездочками. Вот на следующий день у нас сразу будет барахина. Очень я всегда радуюсь, когда вот это приходит сейчас наша юная аудитория, наш концертный зал, они заполняют почти полностью вот все наше зрительское пространство. И по окончании спектакля мамы бегут тут же в кассу, чтобы брать билеты на следующее еще воскресенье. – А когда следующие, все концерты будем узнавать через полторы минуты, не переключайтесь. Только у нас На Рефон 107-2 Реклама Стильная мебель по отличной цене в салоне «Матис» на Камской 2Б. Торговый центр «Камский», второй этаж. Телефон 65-3709. Антенна – журнал для современной женщины. Откровения звезд. Секреты молодости и здоровья. Новинки из мира моды и красоты. Удобная телепрограмма, оригинальные рецепты и все для отдыха. Антенна, журнал и телегид. Два в одном. Это так удобно. Категория 12+. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Радио Комсомольская правда». На FM-107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио Комсомольская правда. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Только у нас». Только у нас сегодня Виктор Бабков, директор Калининградской областной филармонии имени Светланова. Что будет в филармонии интересного в октябре, узнаем. «Маленький принц», премьера «Сказки с оркестром» 5 числа в субботу. Готовьтесь. Но еще к программе для детей. В октябре запланировано несколько спектаклей. Это и «Белоснежка», и «Сказка о царе Салтане», и «Приключения Буратино», и «Басни Крылова». На разный возраст наверняка вы рассчитываете, то есть каждый найдет что-то для себя и поучительное, и развлекательное, что касается детской программы. В основном, знаете, через развлечение идет очень настойчивый процесс именно просветительства, образования, привыки хороших манер. Ведь, знаете, даже как правильность вести во время концерта – это тоже наука. Ну, наверное… А кто, кстати, этому должен учить? Тот, кто приводит с собой ребенка, или соседи тоже могут? Все вместе. Все вместе. Иногда даже вот музыковеду, который ведет этот концерт, приходится деликатно объяснять. Вот сейчас прозвучит такой-то образ, такого-то композитора. Это, знаете, циклическая форма, и согласно существующим традициям не принято аплодировать между частями, поскольку нарушается какая-то целостность. Это даже взрослые не всегда знают, мне кажется. Вот, бывая на концертах, замечая, что люди так хотят выразить свое восхищение, что начинают аплодировать чаще, чем стоило. Если, знаете, если речь идет о восхищении, невозможно задержать свои эмоции, это вполне. А вот эта традиция, которая заложена уже несколько столетий назад, я думаю, что все-таки нужно об этом помнить. Я, как в свое время Швыдкой говорил, знаете, когда раздавались такие аплодисменты между частями симфонии, он говорит, вот, видимо, к нам пришли в зал много людей, которые первый раз пришли на концерт, это замечательно. И все сразу понимают, да, кому это. Да. Поэтому здесь, конечно, есть свои традиции, и не принято, какие-то возникают обстоятельства, что нужно покинуть концертный зал. Но во время звучания музыки это нельзя делать. Это нельзя делать даже, извините, в ресторане во время танца, который вот... Закончил играть оркестр? Пожалуйста. Даже, а уж не говоря про концертный зал. Нельзя пользоваться мобильным телефоном. Для некоторых это является, можно сказать, откровением. Ну, выключил себе звук, да, и сидишь, и смотришь. Да. Потому что нельзя этого делать по многим причинам. И вот такие ограничения, наверное, все-таки они очень правильные. А снимать-то у вас можно какие-то элементы того, что происходит на сцене? Потому что я часто вижу, что люди достают мобильный телефон и хотят заснять это, чтобы потом похвастаться. Безусловно. Безусловно. И главное, чтобы это не раздражало близ сидящую публику. И главное, чтобы не мешало исполнителю. Если это концерт эстрадной музыки, я думаю, что это, ну, можно практиковать. Но если звучит музыка, которая вынуждает людей себя повернуть в состояние задумчивости, осмысления этого вот гениального произведения, поисков вот этого вот состояния и внутреннего, и предугадать, а как же композита, что он хотел этим сказать, прочувствовать. То есть это, знаете, сложнейшая работа и ума, и сердца, и души человеческой. И если кто-то рядом будет щелкать аппаратом, я думаю, это просто неуважение. Здесь нужно очень четко представлять, именно чувствовать эту ситуацию. Настраиваться на музыкальный вечер, конечно, нужно, потому что это и отдых, и работа творческая не только тех, кто на сцене, но и тех, кто находится в зале. Возвращаясь к афише, о которой мы говорим, у вас запланировано в филармонии несколько совместных проектов. Один из них – Санкт-Петербургским Домом музыки. Солисты будут выступать, Дома музыки, лауреаты международных конкурсов. И Дни культуры Костромской области в Калининграде. Вот отдельно давайте это рассмотрим. Начнем с Санкт-Петербургского Дома музыки. 11 ноября. Виртуозы из Санкт-Петербурга и камерный оркестр Калининградской филармонии в проекте «Музыкальный сборник России». Мы очень рады, что у нас возникли теплые, дружеские, товарищеские, творческие отношения с Сергеем Ралдугиным, народным артистом Российской Федерации, профессором Санкт-Петербургской консерватории и руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. И вот благодаря этим контактам у нас появляются такие проекты. К нам приезжают выдающиеся исполнители или молодые исполнители, у которых прекрасное, огромное будущее. И такой проект мы будем показывать 11 октября. Будет выступать у нас Леонид Железный, скрипка, и Евгений Евграфа, фортепиано. Они будут выступать с нашим камерным оркестром. Такой творческий союз обещает очень многое. Музыка Петховена, в частности, фортепиано-концерт «Времена года» Вивальди. Ну, такая достаточно популярная классика, но всегда есть, знаете, не опасность, наверное, но когда музыка уже хорошо очень известна слушателю, то нужно каждый раз играть ее лучше, чем предыдущий исполнитель. Потому что настолько богатство заложено в музыке и Вивальди, и Бетховена, что можно находить какие-то еще новые пласты, еще какое-то происходит переосмысление, какое-то собственное прочтение, собственный подход, собственно, открытие этого композиторского замысла. Поэтому вот мы все находимся в ожидании, когда эти юные музыканты нам преподнесут свои варианты исполнения. И, знаете, каждый раз это все, когда слушаешь, запоминается. Потому что в том-то и, наверное, достоинство гениальных композиторов, что они нам предлагают широчайшую палитру для этого прочтения. Ну и Дни культуры Костромской области в Калининграде нам представит Костромской губернский симфонический оркестр. Они уже музыку полегче покажут, хиты российской и зарубежной эстрады, джазовые пьесы, танцы с оркестром. Это 26 числа. Вы будете продолжать приглашать симфонические оркестры в Калининград? Мы стараемся не отказывать. Они, да, выходят с каким-то предложением? Да, вы знаете, очень много приходит предложений выступить. И оркестры, и ансамбли, и отдельные солисты, исполнители самых разнообразных направлений. Но обидеть отказом очень неловко. Но наша площадка и наша афиша очень активно все это предлагает для нашей аудитории. И всегда планируешь именно, может быть, знаете, на будущий год. Сейчас уже не получается. И, ну, говорит, мне можно на следующий год. Давайте подумаем про этот год. И выискиваешь такую дату. Тем более, знаете, в Калининграде жизнь культурная, музыкальная, очень-очень активная. И поэтому, чтобы не было, знаете, стыка каких-то жанров. Вот нам предлагается хоровой коллектив, а мы знаем, что в эти же дни или с небольшой паузой между этими днями тоже приезжает какой-то хоровой коллектив. И здесь нужно это регулировать. Разную музыку можно услышать в нашей филармонии. Лично меня зацепило наличие в афише концерта, посвященного творчеству ирландской рок-группы Кренберрис. Для тех, кто слушал рок в 90-е, самое то. Филармония решила двигаться в сторону и тяжелой музыки в том числе. Вот этот выбор очень интересен. Мы предлагаем на различные вкусы. Для тех, кто заинтересовался, 19-го числа, сразу скажу, планируйте себе через две недели. Конечно, главное направление, которому мы придержимся, это все-таки академические жанры. Это главное наше предназначение. Но разнообразить, привлекать какие-то другие категории слушателей, наверное, тоже очень правильно и полезно. Здесь эти жанры не вступают в конфликт. Как я уже успел сказать, наверное, что можно создать гениальную симфонию, можно создать гениальнейшую песню, и можно написать не очень удачную кантату или ораторию. Здесь, и поэтому, если вот, даже вот вы подтвердили, что запало в душу какие-то рок-группы, и они действительно достигают своей цели, то есть сделать людей лучше, счастливее, красивее, то пусть Калининградская филармония в этом отношении будет тоже вот такой площадкой, для именно, чтобы рок-музыканты смогли там тоже выступить. Ну вот, если мне не изменяет память, в сентябре в рамках Молодежной Академии Искусств, по-моему, у вас выступали разные молодые группы, калининградские в том числе, и там было даже голосование вот на ходу. Вы обещали, что там звучал и фолк, и рок, вы тогда обещали победителю тоже концерт в филармонии. Это, я так понимаю, будет продолжаться, да, и действительно будут разнообразные концерты. У нас в Калининграде есть, знаете, такие энтузиасты, которые верно служат этой вот рок-музыке, полагают, что это вообще самое главное, но мы не вступаем с ними в никакой спор. И предоставляете здание с отличной акустикой. Да, конечно. И могу более того сказать, что это не превращается в какой-то разгул необузданных эмоций, а то, что люди в концертном зале эту музыку слушают. И в духе жанра, но, с другой стороны, в рамках приличия, которая должна существовать в концертных учреждениях. Очень интересная афиша на сайте филармонии есть на этот октябрь. Без органов слушатели тоже не останутся. И экскурс в барокко, бах, гендель, вивальди, и вечер органной и вокальной музыки 20-го числа будет. И Анна Ушакова с фортепианным концертом выступит. И будет музыка аниме, компьютерных игр и мультфильмов. Это тоже уже каждый месяц практически у вас появляется в афише. В общем, масса всего интересного. Обо всем сказать не успеем, но о том, о чем успели, я думаю, что каждый себе отметил в календаре, куда он хочет, никуда понятно, в какой день он хочет пойти в филармонию. Это была программа «Только у нас». Виктор Бабков, директор Калининградской филармонии, нашу студию посетил. Спасибо за это утро. Всего доброго. Только у нас На ФМ 107.2